Всем привет! Меня зовут Шерек, я представляю компанию «Quadron Protocol». В этом видеоролике я расскажу о «Энсима Клайн». В предыдущем видео мы ознакомились в продюсер «Клайн», узная о том, как он решает проблему отсутствия подтверждения достоверности данных и обеспечивать прозрачность экосистемы данных, а также о том, как вам могут использовать наши поставщики данных для подтверждения достоверности их происхождения. В этом видео мы поговорим о «Консюмер Клайн», а также покажем, как покупатели данных могут применять его для подтверждения достоверности данных, полученных из поставщиков. «Консюмер Клайн» — это Java-провержение на основе архитектуры микросервисов. Будут поддерживаться и другие языки программирования. Для этой демонстрации мы настроили «Клайн» с использованием службы AWS. Давайте скорее прием демонстрации. Приступаем к демонстрации. «Консюмер Клайн» — это приложение на основе событий. «Консюмер Клайн» — это приложение на основе «Консюмер Клайн». «Консюмер Клайн» запускается всякий раз в данном хранилище. а мы осуществляем подставку «Одноп Herape». Мы выполняем подставку «Демонстрация файла» консирor. «Клайн». «Коксюмер Клайн». «Д不会 выполняй с поставки». Если я дамы доставку. Далее мы увидим эту информацию и в CloudFlash, перейдем в CloudFlash и посмотрим, что произойдет. Далее мы увидим эту информацию в CloudFlash, согласно которому этот файл дата соответствует этот хэш. Далее с этим опыт включился к CloudFlash, после чего она попыталась проверить существование. Мы увидим, что найдено однажды все. Это означает, что метку времени в данном происходит один из поставщиков данных, которого мы видим здесь. И самое примечательное здесь то, что мы всегда можем проверить, кто присылал метку времени. Метку времени этому данным присылают и этот поставщик. Здесь содержится и другая информация, такая метка времени, которая соответствует времени создания данных, имя файла, сведения о методанах. Вся эта информация позволяет покупателю данные в любой момент проверить достоверность приобретания данных. Есть еще один момент использования этого полетного инструмента. Это тот же самый продукт. Истинный вариант. Я приобретаю на него несколько истинный вариант. Я в основе добавлю три кустых строки. А они сохранили файлы. После этого я попытаюсь снова защитить поставку этого файла покупателя дата. Я не изменял его файл, я не изменял его свежим круг и датами, а я всего лишь добавил 3 пустые даты. Давайте выполним поставку дата покупателя, ищем раз и посмотрим, что произойдет. Вы видите, что метр ливни изменился. Что это означает? Это последний файл. В него внесены самые последние изменения. Вернемся к Лаудовичу. И посмотрим, что на самом деле произошло. Прокручиваем мир до самых последних записей дата. Дат. Я покажу, что за чудо здесь произошло. Вот файл дата. Мы знаем, что это именно файл дата. А это пихаешь. После этого выполняется два пункта подключения квадрат нод. Статус показывает, что метр ливни не найден квадрат. В чем-то причина. Сейчас я скажу. Вернемся сюда. Сворачиваем это. Сворачиваем это. Сворачиваем это. Это действительно файл дата. Я покажу вам гумный сравнение двух разных наших данных. Одну секунду. Да. Да. Как вы видите, эта метка времени соответствует первой поставке данных по упаковке. Хэш данных выглядит вот так. Через 2 минуты мы ровнули поставку фронт данных с тем временем, и хэш данных изменился на этом. Статус «Метка времени не найденного кодовому протоколу». Что же это означает? Концовая клавь может выполнять проверку данных даже по байтовой. Мы не добавляем никаких данных. Мы всего лишь добавляем несколько пунктов слоя. И хэш-файла данных изменится. Мы стремимся сокращать целостность фронта данных. И концовую клавь помогает покупателям данных, подтвердить подряд и проверку при витаемых результатах обработки данных. Кроме того, вы видели, что для одного и других файлов могут реализоваться два различных хэша данных. Именно таким образом и работает концовая клавь. Концовая клавь помогает покупателям выполнять проверку при витаемых данных. Концовая клавь выполняет проверку на наличие любых изображений данных. Проверка данных осуществляется по байту. Возможно выявить даже небольшие внесенные изменения, так как хэш-файл из данных будет совершенно иным. В предыдущем и в этом видео ролике я рассказывал о том, как наши решения, консумеры клавида и продюсеры клавида обеспечивают прозрачную экосистему данных и могут использоваться профи-специалистами для работы с реальными и доставляющими массивными данными. Я бы хотел напомнить, что наши тесты действительно уже закончены. Мы ищем это тестирование. Если вы хотите принять участие в тестировании ваших решений, прошу вас зайти со мной в поиски. До встречи. Спасибо за внимание.